почему именно стрельба из лука здесь смешалось очень много разных причин это и увлечение истории и интерес вообще к оружию это естественно у мужчин но основной причиной являлось то что я свое время увлекался коллекционированием наконечников стрел это был достаточно сильное такое увлечение причем коллекционирование не было у меня сама целью случайно получилось что у меня появилась коллекция наконечников один человек во время экспедиции монголия мне подарил несколько штук я начал изучать их мне хотелось понять почему разные наконечники имеет разную форму и начал зачитываться разные научные литературы я перечитал все эпосы про батыров все какие-то крупные произведения и оттуда выписывал любые упоминания стрелах наконечниках о стрельбе из лука и таким образом составлял как бы так список разных упоминаний с разных названий считается что например у казахов в древнем искусстве стрельба из лука было около ста видов наконечников стрел и соответственно около ста названий я наверное где-то собрал на где-то около более 30 видов название сколько десятку вы не посещаете групповые тренировки ходите на индивидуально это как-то связано с вашей должность чтобы не прежде я с удовольствием поставлял с другими ну и у меня под по-другому не получается меня только вот окошко вечером воскресенье я на час приезжаю постреляю и бывает так что вроде бы ты стреляешь стреляешь и как только ты подумаешь о чем-то лишним а правильно ли я сейчас стою а правильно ли я сейчас например там держу там и так далее так далее все разбивается это и уже перестаешь попадать поэтому здесь наверное умение за доли секунд просто собраться стрельбу из лука в общем как мне кажется сложно назвать таким мирным видом спорта вот мне интересно здесь должна присутствовать агрессия или же нет как раз таки здесь никакой агрессии быть не может быть для эффективной стрельбы нужно самообладание нужно внутреннее равновесие я раньше когда мне рассказывали не совсем это понимал и вот когда начал заниматься действительно я как бы осознал необходимость как бы внутренней собранности для того чтобы эффективно стрелять и поэтому здесь не то чтобы не то чтобы агрессия здесь какая-либо на вы наверно какая-нибудь эмоциональность как бы ситуация состояние она не приемлемо то есть нужно полная концентрация вы приходите сюда за концентрации в какой-то степени да потому что за час занятий ты уже для реально обо всем задумываешь это тоже свое рода некая такая медитация потому что твой мозг должен быть только на цели на то чтобы поразительными мешами ты не сможешь о чем-то думать мне инструктор говорит из десяти стрел если пять попадете в центр вы переходите на следующую дистанцию то есть или просто задача без перехода на дистанцию из десяти надо минимум 5 попасть то есть когда он ставит задачу ты уже начинаешь немножко нервничать ты думаешь надо же мне теперь как минимум пять попасть то есть и получается как будто бы сознание программирует минимум пять попасть и уже начинаешь действительно когда стрелять от того что волнуешься переживаешь или от того что мозг уже невольно программирует действительно с трудом из десяти стрел пять попадаешь в такую большую мишень а потом через какое-то время он поменял задание из большой мишени просто поставил задачу пострелять в теннисный мячик я удивился когда там из десяти наверно стрел ну не совру наверно 23 точно попадали теннисный мяч но это потому что цель должна быть четче да то есть когда цель не то чтобы меньше когда перед тобой конкретная цель естественно мозг тоже направляет и концентрирует твое внимание на на мишень какого размера она не был и это получается можно использовать и в жизни то есть все зависит от того как ты правильно точно формулируешь перед собой цель если у тебя размыты какие-то абстрактные цели то соответственно результат будет такой же а вы как давно этим озадачены именно тем как работает наш мозг нисколько именно для способности мозга достижение своих целей у нас у ребенка была одна ситуация ну она и до сих пор есть из-за болезни и нам приходило читать разную литературу и тоже для меня было как бы поражение удивление и именно понимание этого нам позволило минимизировать последствия для ребенка и поставили диагноз дцп и но это было буквально через месяц полтора после ее рождения и было как это такая скажем такое ощущение безвыходной ситуации когда врачи говорили что ничего поделать невозможно ничего вряд ли что-либо поможет и тогда мы зачитывали с разной литературы я тоже и во многих вот научных литературах говорилось о том что человек использует от силы 5 более процента потенциала собственного мозга остановить задействовать и тогда мы подумали что если в принципе попытаться задействовать еще сохраненные участки мозга активировать потенциал ребенка то в принципе можно наработать определенные навыки и сейчас я по своим ребенку да и вижу мы не сразу мы преодолели научилась ходить она научилась обычные какие-то вещи уже спокойно делать гуляем был понятно что какие-то проблемы еще есть но тем не менее вопрос от меня уже самому человек пару лет точно я в поисках нахожусь источника энергии знаете чтобы можно было я уже говорила подключиться как телефон да как зарядное устройство и не могу найти этот источник энергии но вот люди вашего уровня да вы постоянно работаете это понятно да что вы работаете 24 на 7 где вы берете энергию плюс у вас семья у вас шестеро детей на сколько на себе дети источник энергии что может быть потому что ты можешь иногда впасть какую-то депрессию ну я не скажу что я потом впадаю депрессии но бывает такой секунду какие-то слабцы апатии бывает бывает когда ну совсем настроения нет и бывает иногда думаешь может быть все не так может надо было так и так бывает же переживание это естественно но я не могу себе позволить впадать в этом депрессию ударяться там или страдать так долго я не могу потому что дети зачем мне где-то искать мотивацию мои увлечения это не источник для мотивации то есть стрельба из лука или там фотографирование или там научная работа да это не не источник мотивация это просто желание завершить довершить довести до конца то что начал да с одной стороны где-то с другой стороны просто чтобы не останавливать то что я начал изучать это тоже в определенной степени для меня изучение да то есть я писал там статью про наконечники стрелы я хотел понять на практике что это и собой из себя что это представляет например пойду рожать детей это вопрос мне где-то несколько в детях об ответственности просто вы мужчина это ответственность как отца как главы семейства любому любого человека есть какое-то окружение неважно человек женаты не женаты девушка замужем не замужем у нас есть родители у нас есть друзья не для протокола я тоже не в депрессии просто и мне хочется больше еще больше успевать мы подкрепляемся энергия от ответственности перед другими людьми вот и все наверное какой-то момент там надо например заботить не подвести родителей не подвести родных бывает какие-то меня там не подвести друзей или что-то ради друзей ради других к определенное сообщество людей и вот постоянно ты что-то делаешь ради чего-то ради кого-то я думаю нормально иногда конечно хочется ради себя но так также невозможно вот вот и ради ради себя делать ну это такие я убегаю до сбегаю на часто для того чтобы не надо тоже бывает такое сомнение или гложет да там то что я там погружен какие-то увлечения я думаю может быть надо чем-то другим не заниматься не только гнаться за своим увлечением но с другой стороны по этих моих увлечений так скажем не страдает же другие люди а вам хорошо а мне хорошо а мне хорошо а мне хорошо я делаю так чтобы и другим было да